всем привет вы на канале двинги тайм и мы продолжаем сегодня проходи черную книгу black book так это мы видели нет по-моему мы это видели да мы это видели она сохранилась немножечко раньше эти промотают она быстренько это задела да все поняла дед егор блин а почему она не сохраняет там где сказала страна странно вот здесь вот все мы вот здесь у того ли все просмотрели все прочитали что вещь еще чего лет вещи то а вот это еще хорошо чека не доступно и мы с ним еще разговаривали ну и про это все проговорили уже да ну ладно ладно хорошо хорошо да давайте посмотрим еще вот на вот эти вот все 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 идем 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 новая запись да тоже просмотрим и мы ее прочитали все норм посетители мы на этом остановились вот посетитель дедочек мельник вот гостинцем я намолол муки денежку принес ходить вокруг да около как есть так и расскажу а кто и тень потом заметили в углу эх черна ну мы бежать вышибка знатки чё делать ты мне во время ночной работы на мельнице раздавались странные звуки явилась тень что может быть причиной ооо прикольно крестьяне духи и бесы будут обращаться к вам за советом и помощью в колдовских делах ведь не зря вы стали знаткой если вы правильно ответите на вопрос знаткости вас ждет награда опыт и порой ваш ответ влияет на развитие игровых событий чтобы узнать правильный ответ вам необходимо внимательно изучить окружение и имена слов которые вы можете заглянуть любой момент из меню также вы можете воспользоваться подсказкой нажав на на кнопку знаткости при этом вы получите только половину опыта знаткость а под а не сойдет так ничего подожди назад назад говорю во время ночной работы на мельнице раздавались странные звуки и явилась тень странные звуки а какие звуки можно конкретнее это такой интересный конечно мы тут читали что-то вот как мельница ну давайте нечистая сила скажем нечистая это сила сударь чё ночами ты мелешь у тебя бесики чудятся бесы черти иисусе христе ну так а как жирновато крутится не от ветра же сам знаешь нельзя по ночам на мельнице работать так чё делать-то теперь я когда ветрянец устроил все по чину сделал помогите а предмет у нас есть старинный что вам может пригодиться давай посмотрим лопатки общее название платы на мельнице за размол зерна как правило это часть зерна спуда по фунту также называется корцовым сбором ладно ваше посмотри что там с нечистым может нам этот бес книжным делом поможет сама понимаешь угу так ладно смотрю что с чертями вашими давайте я сейчас посмотрю спасибо мне так и говорили что в беде не оставите ну до свидания у него там на мельнице хозяин не леший а чёрт какой-то леший также известен как ворса наименование коми пермяков духи хозяева лесов частые луговые полей они повелевают погоды и зверями и обитающие в их краях нечистью охотники и пастухи вынуждены уживаться с лешими с помощью подарков и договоров интересно сама иди без меня справишься а я поизучаю печати иди да давай давай ну а чтобы не так туго было вот тебе трава адамова голова подлечься коли что давай-ка котомся нечистой сил сама себя не выловит собираться в дорогу мельница на спросим так чё это помнишь на севере от вильгарта мельница стоит большое село в чердинском уезде пермская амин так же вершится оказаться мерещится вот туда и иди а к рассвету домой возвращайся тут тоже дел нас полно домова голова а как голову тату использовать ну это просто в бою ее бросишь до канате раны и подлечит ну хорошо путь пора на завтра свидимся а погоди погоди вот чё что я схожу подзаработать это я люблю это да без проблем дедушка вы находитесь на карте путешествий каждую ночь места на не будут меняться отправиться в дорогу вы можете только после того как вы слушаете всех посетителей вы можете посещать любые доступные места однако ваше здоровье восстановится само собой только после выполнения задания возвращение в избу ваша цель посетить место выполнения основного задания тем не менее вы не можете перейти в него пока не посетите все прочие места на пути игра сохранится при каждой смене места также вы можете сохраниться вручную при этом игра запишет прогресс на моменте попадания в новое место поняли открыть карту можно также нажав на она на зав нажав на название текущего места желаем удачи в исследовании северных земель черненского уезда спасибо так дополнительные ценности были чеки энциклопедия основное задание разобраться дополнительное задание это вот тут она ну да правильно ваши места давайте пойдем по дополнительному сначала усадьба могилевского неподалеку от камгор свою садьбу выстроил зажиточный крестьянин могилевский путь как говорится вы незаметно проскальзываете мимо уснувших деревенских изб по крайней мере вам так казалось из окна нависающего над улице и вас окликает знакомый голос слушаем аська стой дело есть крестьянин ты кто дедуль тихо только шепотом давай у меня соседка баба 1 так у нее заловка все пляж мне проела и шан ты давай-ка спорте и и по-быстрому у там кило ли чё такой не сильно и а у меня гостиница тебе есть о подождешь мне выбрать такие выборы интересны вот я обычно выбираю хорошее прохождение делаю хорошее прохождение. Я всегда стараюсь быть как можно лучше, ну, по моим моральным принципам. Типа, я просто стараюсь быть получше. А тут фиг знает. Согласиться, так вроде можно и подзаработать. Отказаться, так можно не подзаработать. Ну, и согласиться, как бы фигово, да? Согласить самому Ксении, ну, вроде и плохо, а вроде и по приколу, чтобы... Не знаю даже. Давай я просто откажусь. Или чё, блин, чё делать-то? Я тебе не такая знатка, чтоб кого попало портить. Так-то. Ой, алина добыла. Ну, фиг его знает. В следующий раз попробуем. Ладно. Деревня... Посещена. Деревня Кушево. Небольшая деревушка к западу от Колвы. Там я бывала несколько раз коров ладили. Дед Егор отправил сюда своего беса на работу. Чудно. Замечаете, как возле одного из домов беспокоится крестьянская семья? Странно увидеть полное семейство на улице в такой поздний час. Из избы доносятся глухие звуки. Падают горшки. Кто-то ворочает скамейки. Полтергейст это. Ну, или Дед Валера какой-нибудь. Вася, здравствуй. Тебя вот, наверное, сам Бог к нам послал. Приветик. В доме все кувырком. Враг у нас пробрался. Так и блазнит, вержится. Так же, вержится-ка, ага. Всех перепугал. Как враг к вам пробраться-то смог в избу? Так просто в дом чертям не залезть. Что делали вчера? Так вот, чай пили вечеру. Матушка вон шибко чай-то любит. Чайница у нас. Потом, помолившись, спать легли. А ночью окаянный явился. Ритуальное поведение. Ритуал, закрепленный обычаем поведения. Неразрывно связан с мифологией. Порой кажется, что одно событие, следующее за другим, является его причиной. Например, несчастье, произошедшее после этого, как крестьянин забыл перекреститься, считается наказанием за несоблюдение ритуала. Отсюда и различные поверья. Посуда, которую не закрыли на ночь или не перекрестили, становится пристанищем нечистой силы. Больного или подмененного ребенка необходимо перебросить через порог, где живет дух, которого заманили убитым петухом при постройке. Со временем причина забывается и остается лишь ритуал. Вечернее чаепитие обернулось нашествием чертей. Почему в избе крестьян явилась нечисть? Наверное, забыли закрестить посуду. И закрестили самовар-то на ночь? Ох, и верно, не закрестил никто. О, ну вы даете вообще. Надо крестное знамение на посуду творить непокрытую. Так-то. Шибко ты знаткая, Вася. Знаткая, обладающий большими знаниями, так же, угу. Ты уж помоги нам, не оставляй в беде. Ну, так и быть, я вам помогу. Так чё? Ладно, помогу уж вам. Негоже на улице ночевать. Ну, шо, в прошлома не помогла, потому что он хотел вот плохо сделать, да, человеку? А эти шо, ну-ка... Спасибо тебе, Васюшка. Возьми вон молочка свежего в дорогу. Спасибо. Вы ходите внутрь избы. Вокруг всё вверх дном. Черти порезвились на славу. Перекрестившись, вы делаете ещё несколько осторожных шагов внутрь. Эээ, да иди, а давай осмотрим избу. Черти раскидали посуду и домашнюю утварь. К счастью, немногочисленная медная посуда не повреждена. Больше всего пострадал красный угол. Киоты разбиты, а свечи сломаны. Ага, у нас новая запись. Красный угол в избе. Одно из самых значимых магических мест наряду с печи. Располагался он в правом от двери углу даже в некоторых жилищах русского севера, где крыльцо строилось из угла по центру дома. Скорее всего, именно в этом углу когда-то ставили идолы предков. После принятия христианства же в нём начали размещать иконы, а под ними всегда горела лампада. Именно в этом углу стоял стол, ещё один из центров избы. Стол, престол, место старшего. Во главе стола под божницей садился старший в семье. Во время праздников именно он распоряжался застольем. Тело умершего хозяина дома клали перед похоронами на стол головой к красному углу. При входе в избуку всегда крестился именно в красный угол, даже если там не было икон. Другое название красного угла – божница. Идём, подойдём. Вы приближаетесь к перевёрнутому самовару. Внезапно он начинает трястись и приходит в движение. А во тьме загораются алые глаза. Явился окаянный. Убоем? Естественно. Сейчас мы... Чёрт из самовара. А ты ля как... А ты кто такой? А шо ты такое-такое? Вот это... Этот, короче, защита. Этот, короче, нападает. Я, знаете, что буду? Четыре. Четыре. Давай уразы. А, я могу... Я могу выбирать цель. Давай, давай. У него пять защиты. Нет смысла. Уразы. Вот так. Вот так. А вот этого можно не трогать, по сути. А можно мы вот так вот сделаем, а третью не буду закрывать? Хотя у него очень много. Давай вот так вот. Давай. Надеюсь, что у меня получится играть в карточные игры. А то страшно. Чуть-чуть не смогу. Ход нечистой силы. Давай. Ах, ты ж нечисть какая. Замахивается на меня. Смотри. Ах. У него... Значение эффекта слова увеличивается на одно, кажется, на другое слово. Непонятно. Порча. Наносит три вначале хода, игнорируя. Вот это вот так вот. Хотя подожди. Статусные эффекты, как правило, уменьшают новое значение... Своё значение каждый ход. Старайтесь выбирать правильные моменты, верное положение в заговоре слова словом статусными эффектами. Подожди. Значение эффекта слова увеличивается на один за каждое другое слово того же цвета в заговоре. Не совсем понимаю, как это работает. Давай пока не буду. У этого пять блокируются. А я должна их пробить или что? Сложно. Порча. Угу. Да. Так. Смотри, игла. Не понимаю. Не совсем понимаю, что делает игла. Увеличивает. О, вот это можно взять. Давай вот так вот, а что портен, носит. Ага. А, вот эти я не могу взять теперь, чтобы не было дисбаланса, получается. Давай вот так вот. Защита. Защита. Как-то непонятно это действие в защите заговора. Давай его пока так. Это, наверное, это был отхил или что? Просто у меня вроде как все нормально по-хилу сейчас нет. А, ты дурак. Кстати, я могу сделать вот так. Допустим, недоступны вещи мне пока я в бою, естественно. Естественно, давай иглу возьмем. Давай вот так вот. Давай вот так вот. Давай попробуем так. Я просто не понимаю. Нет, пробивает. Что тогда? Да, это был отхил. Угу. Вот. Я убила одного. Все отлично. Все прекрасно. Я сейчас этого убью. Просто вот так вот. Просто вот прям вот так возьму. И все. Мне их тратить необязательно. Я правильно понимаю. Да, я правильно понимаю. Ой. Тихо. Извините. Вы берите новое слово. Новое слово автоматически добавится в состав в черной книге. Аминь. Аминь. Крепкая набожность. Увеличить. Получаем. Три слова остается в заговоре от ходов. И оказывает влияние на другие слова. Например, складные. Увеличивает получаемую защиту на три. Складное. Значение эффекта слова увеличивается на один. За каждое другое слово того же цвета в заговоре. Увеличивает количество на следующем ходу на один. Бабушка. Серафимушка. А, вон. Складное. Значение эффекта слова увеличится. Блин, я вообще не понимаю, что это означает. Давайте возьмем вот это. Давайте возьмем вот это. Вроде неплохое. 125 опыта. 5 рублей. Продолжим. Старики из крестьянской семьи кланяются вам в пояс и благодарят вас и Господа Бога, который привел вас в их деревню. Аксиньи обнимает вас и уверяет в том, что впредь все сосуды в избе будут закрещены. Покинуть местность. Ну, я заглянула. Нормально все, да? Я все сделала, что надо было. Посещено. Идем. Дорога ведет через Баладиста щель. Думаю, тут раньше Аколва была. Идем. В пути. В пути дорожку. Серебряный свет луны выхватывает тусклые отблески с поверхности гниющей воды. Студеный воздух северной ночи разрывают на части глухие хрипы, раздающиеся из болотной жижи. Вот давай очерчим круг. Вы быстро очерчиваете круг в податливой болотной почве и зажигаете свечи. Проходит мгновение, затем еще одно. Наконец, перед вами является демон и бросается на защитный барьер. У нас еще один бой. Вот это интересно. Ничего себе. Черт всталится. Черт тут 19, 5 хочет мне нанести. А что так мало мне этого даешь? Слышь, что делаешь? Давай я вот так вот 5. И вот так вот порча. И... А пока вот так вот только. Пока только так. Сейчас посмотрим. Ага. Угу. Ход поселиться. Вот так вот. Давай вот так вот сделаем. И вот так вот. Чтоб посильнее. Посильнее давай. Нормально. Хорошо. Отлично. Нормально. Хорошо. А вот здесь разница в какой последовательности я ставлю карты. Нет уже? Оно закреплено. Хорошо. Количество... Ага. Оно мне дает что? Еще раз. Смотри. Уразы 100% берем. Иглу берем. Может еще уразы? Нет. Давай еще защиту. Давай так. Я пока не совсем... Типа... Покупать... Благословение увеличил. Дальше. Ага. Не, ну вроде ничего так, да? Пока. Отхилились чуть-чуть. Сейчас мы тебя убьем. Смотри, чекай. Чекай, как ты сейчас все. Ты сейчас заканчиваешься. Сейчас вот так вот тебя. Четыре. И четыре. Что вы же здесь? Четыре и четыре. Давай так. Это он померять сейчас должен. Правильно? Можно было одну четверку. Я так поняла. Выберите новое слово. Новое слово автоматически добавится сюда в черной книге. Слово остается в заговоре трехода и оказывает влияние на другие слова. Например, складные. Замок. Крепкая. А непонятно. Что этот смысл. А какое влияние? Давайте вот это. Так, идем. Это что? Только что открылось. Ну, пойдем сходим. Так. Камгардская роща. Сосновая роща к северу. Камгара. Камгара. Ах. Камгарта. Осенью тут грибов, видимо, невидимо. Отлично. Покушаем грибов. Хотя сейчас вроде не осень, весна да. Среди черных древесных силуэтов раздается шорох. Вы начинаете читать защитные заговоры, но навстречу вам выходит не нечисть, а одинокий человек. Старушка одета в старое тряпье. Похоже, вы повстречали нищенку. Точно в этом дело? Ну, давай. А-а-а, колдунья, колдунья. Успокойся. Я ваш народ заверстучую. Подай бедняку. Чук. Мне немного надо на жизнь-то простую. Милостыня человека, как печать у него. М-м-м-да, а-а-а. Давай подойдим? Или что? Ну, просто, не знаю, вдруг это какая-то проверка, и мне... Вряд ли мне за это додушится. Давай. Вот тебе на пропитание. Да и ты меня не забывай в молитвах. Спасибо тебе. Я помолюсь за душу твою пропащую. Опасно путешествовать одной. Возьми вот эту вот траву целебную. Угу. Спасибо. А, кстати, да, смотри, у меня сейчас 11 из 13 здоровья. Но мне нет смысла пока. Идем, короче, вот сюда. Лес у Бикичей. Через реку колву от деревни Бикичи расположился в старый лес. Это чаще есть свой хозяин любого леса. У любого леса есть свой хозяин, смысл. Интересно, пока мне нравится. Интересно, интересно. В моей опушке белеет полотенце на старом пне. На ткани стоит крынка с молоком, и лежат мясные пироги. Рядом с дарами вы замечаете берестяную грамоту. Прошение лешему о сохранении скота из деревни Бикичи. Ну а шо, мне не надо ничего тут делать. Типа, забрать подношение плохо, исказить грамоту тоже плохо. Не буду этого делать. Решили не трогать жертву, предназначенную лешему. Это дела крестьян из Бикичей, в которые не стоит вмешиваться. Блин, да тут так-то хоть несколько прохождений делай. Одно хорошее, другое плохое, типа. Кстати, может так и сделаем? Слушайте, а то так интересно, что будет, если я буду нажимать плохое. Вы напишите, что думаете об этой идее. А то я даже не знаю. А то я не знаю. Овраг Пенишерской. Про этот овраг молва идет среди чердейских травниц. Говорят, там можно с наговорами добрых трав набрать. Если, конечно, собиратель знаток. Ща мы пособираем. Это нам надо. Кстати, вот. Путешествуя по лесу, вы натыкаетесь на змеиное гнездо. Змеята еще не вылупились, родителей поблизости нет. Радуясь неожиданной удачи, вы огораживаете гнездо небольшой стеной из камней, потом отходите чуть поодаль и замираете. Мать змеиха не заставила себя ждать. Она обнаруживает непреодолимое препятствие, кружится вокруг гнезда и удаляется. Подождать. Проходит некоторое время, и змеиха возвращается с пучком травы в пасти. Одно прикосновение растения к камню, и стена падает. Змея воссоединяется со своим гнездом, а вы быстро выхватываете упавшую траву, прежде чем аспид успевает ее спрятать. Ваша добыча пахнет ржавчиной, а сама невзрачна. Видны только четыре расположенных крестиком листа. Вам повезло получить разрыв траву, открывающую замки и преграды. Вы забираете колдовскую траву и готовитесь продолжить путь. Видала я разрыв траву раза два? Захлопнули дверь, так знак знаткой пришел. Отворял разрыв травой, этой замки открывает. Уничтожить у противника вот это вот. А как ее использовать в бою? Как ее в бою использовать, не понимаю. Не понимаю, ну ладно. Хотелось сказать, что мы еще до основного квеста не дошли по вот этому, да? А уже скоро заканчивать надо. На левом берегу колбы образовалось изогнутое озеро. Говорят, в том году в нем было два утопленника. Значит, ночь тут небезопасна. Ща мы посмотрим. На Косогоре возле Качьего озера вы замечаете два черных силуэта. Один чешет другому длинные волосы. Что-то есть странное в его дерганых движениях. Что-то, от чего у вас мороз пробегает по коже. Черные силуэты растворяются в ночном мраке, как только вы произносите имя Господа. Неожиданно. Она не думала, что они ее... Серьезно? Ну, ладно. У реки Низовки. Эта река пересекает Полюдов-Кряж. Мне в Покче-то как-то рассказывали, что это слезы Полюдовы. Думаю, врут они это все. Интересно. В отдалении мрачные крылья мельницы со скрипом разгоняют предрассветный туман. Вы вздрагиваете. Перед вами словно тень пролетает сова. Птица пересекла вашу дорогу. Это плохая примета. Ведь любой путь неразрывен с судьбой человека. Но, быть может, она хотела вам что-то показать? Мы пойдем за собой. Сов я люблю, совы классные. Внезапно перед вами вырастает болото. Вы останавливаетесь у его кромки. Дальше идти опасно. Собираясь повернуть обратно, вы замечаете под ногами чертов палец. Сейчас забираю. Прикол, что это. Черти меняют свои кухни, чтобы новые выросли острее и крепче прежних. Их старые пальцы превращаются в камень и имеют целебные свойства. О, прикольно, прикольно, классно, смотрите. Чертов палец. Слушай, а как я должна вот это вот использовать-то? Вообще. Восстановить 5, это слишком много. Как их использовать? Ладно. А, да, идем дальше. Идем дальше. Нет, тут еще. Лес Городищенской. Опасно здесь, место нечистое. Да и свалится ночь в локт, можно так свалиться. Что ног потом не соберешь. Давай сходим. У нас 4 минуты осталось, я думаю, мы успеем, мы успеем отведать эти два места. Два. Вы встречаете двух путников из Бигичей, которые идут на утреннюю работу в поле. Вы продолжаете путь втроем. Около обрыва, словно шутя, один из крестьян пытается столкнуть вас в пропасть. Ты че? Пес охренел? Вы размахиваетесь и бьете крестьянина на отмашь. Подняв свой взор на попутчика, вы обнаруживаете, что он обернулся черным демоном, как и его товарищ. Так и знала. Давай. Шо это такое? Шо тебе во рту? Ты шо кролика сожрал? Шо это? А ты кто такой? Выпердыш. Какой-то выпердыш. Ну ладно. Это что такое? Время прочтения. Количество ходов до полного прочтения заговора. Не, шо это такое? У него же троечка тут горит. Шо это такое? Давай, ну-ка. Давай вот это используем. Порча. Давай вот так вот. И давай вот так вот. Ураза. Ну и по лицу. Так, молодец. Подожди, что это? Он хочет мне 15 дать или шо? Он хочет мне 15 дать? А, нет? Шо это было? У него тут просто горело 15, что не поняла. Сейчас приколы просто. Давай складное возьмем. Так. Снимает положительный статус. Не понимаю. Афа, ну. Ну, давай так. Не понимаю. О, хорошо. Отхилилась. Нормально, че. Афа. Угу. Так. Вот так. Вот так. Это 6, это 5. Отлично. И вот так. Да, давай. Я как бы стараюсь понимать, но если вдруг вы горите с того, что я туплю, извините, я правда может быть чего-то не понимаю, потому что, как я говорила, я в карточные игры очень редко, почти не играла. И мне сложно пока. И мне сложно пока понять. 2. Ну, ты как бы все, ты закончился на этом. Вот. Выберите новое слово. Крепче камня. Слова остаются в заговоре 1 ходово. 1 всем противникам. Прикольно. Увеличивает количество приказов в книге в следующем ходу на 1. Тоже прикольно. Бабушка мандолина. От ныне и до века. 2 вот этих вот. Крепкое. Давайте возьмем... Давайте вот это возьмем. Вот. Вот, давайте вот здесь остановимся. Потому что... Потому что... Потому что продолжим в следующей серии время, да. Спасибо вам, Твенчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на инстаграм, на твиче. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения. И до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok